Всем доброго времени суток! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет видео о покупках одежды. Уже очень долгое время пытаюсь его снять. Как-то не могу я подобрать нормальный фон, не могу нормально вам всё показать в том виде, в котором она действительно находится. Но сейчас тут пытаюсь тыкаться-мыкаться. Будем надеяться, что всё у нас получится. Ну и давайте сразу же начнем. Как я уже говорила ранее, покупаю я одежду в основном на распродажах, которые проходят, ну, чаще всего, два раза в год, да, которые такие же, глобальные распродажи, когда цена действительно падает, ну, практически до себестоимости. Я вам покажу, наверное, сейчас парочку зимней одежды. Несмотря на то, что у нас вроде как уже заканчивается февраль, мы прекрасно знаем, какая у нас матушка Россия. Помню, то я прошла год, я уже ничему не удивляюсь. Ну и первое, что я вам покажу, это вот такую вот толстовочку. Иногда её называют худи. Ну, мне привычно называть её толстовкой, честно. В общем, вот так вот она выглядит. Здесь кармашки, капюшонка. Вот такого вот серого цвета. Мне нравятся именно толстовки, которые действительно греют, которые внутри состоят вот из такой вот ткани, которая очень мягенькая. Я не понимаю именно те толстовки, которые очень тоненькие, и которые внутри имеют ткань, знаете, вот эти как очень дешёвые полотенца такие вафельные. Не знаю, меня абсолютно не греют такие толстовки, и абсолютно я в них смысла не вижу. Также в Кроптавне я купила вот такой вот свитшот. Сейчас это модно назвать, будем также мы исследовать моде. Что мне понравилось? Ну, конечно же, сочетание белого и чёрного. Это классика, и я это сочетание просто обожаю. Благодаря тому, что здесь вот такие вот чёрные вставочки именно сбоку, невероятно визуально она вас будет худеть. Также на плечиках здесь находятся вот такие вот пришитые камушки. Тоже невероятно красиво смотрится. Ну и в целом она смотрится не такой уж спортивной, как кажется на первый взгляд. Я её обожаю просто носить с брюками, с такими плотными лосинами. Также я люблю магазины НСити, не часто там покупаю, но порой бывают прикольные вещи, которые, ну, не купить просто невозможно. Я купила обалденный кардиган, который, ребята, стоил в районе 400 рублей. Ну, естественно, пройти мимо я точно не могла. В общем, как он сделан? Во-первых, обалденная коричневая расцветка. Уж насколько я не люблю вот такие вот, ну, как у меня мама называет, мышиные цвета. Ну, этот кардиган меня просто поразил. Ну, во-первых, конечно же, не могу не сказать о том, что он очень тёплый. Что мне ещё больше всего понравилось? На рукавах, именно на локотках получается здесь вот такое вот сердечко, которое безумно мило смотрится. Ну, и зачастую я ношу либо с рубашками этот кардиган, либо с обычной майкой белой. Очень тепло, ничего не могу сказать. Далее покажу вам вот такой вот свитер. Он такого обалденного белого цвета. Я вообще люблю, когда свитер и любая вещь, которая на мне именно сверху, будь то топ, будь то блузка, чтобы они были длинными. Сама по себе я девушка высокая. Я, конечно, ненавижу, когда у меня либо спина открыта, либо живот. Для меня это просто катастрофически, честное слово. Несмотря на то, что этот свитер, ну, не совсем той длины, которой хотелось бы, когда я его увидела и когда я его пощупала, я просто в него влюбилась, честно. Он очень мягенький. Здесь нет горловины, о чём я немножко буквально сожалею, но хочу вам сказать, когда вы его надеваете на себя, смотрится это просто волшебно. Кстати, это единственный свитер, который я не купила на распродаже, потому что я сильно в него влюбилась, и я чувствовала, что если я приду на распродажу, его, скорее всего, уже не будет. Кто следит за мной в Инстаграм, тот знает, какой свитер мне подарила бабушка. Невероятно красивый свитер с этими двумя прелестными мишками. Свитер безумно тёп. Мне так комфортно в нём, когда особенно на улице минус 15 у нас было или минус 18. Я, можно сказать, надевала этот свитер и надевала свою куртку, которую, в общем-то, я ношу обычно осенью, и нормально себя в нём чувствовала, мне было не холодно. Он, как вы видите, именно длины такой вот прикрывающей попы, что я очень-очень люблю. Сзади он выглядит вот таким вот образом. То есть это такой, знаете, свитер-платье, наверное, даже в каком-то степени. Ну, я, естественно, не решаюсь его носить просто под колготки, допустим. Это не моё. Я, на самом деле, уже долгое время ищу нормальный вот такой вот свитер с оленями. Ребята, как же я хочу свитер с оленями! Боже мой, ну я нигде не могу найти нормального качества и нормальной длины. Есть какие-то коротенькие, есть какие-то стрёмненькие, но тех, которые вот привлекут моё внимание, к сожалению, я не нахожу. В последнее время я стала очень часто заходить в магазин Mango. Невероятно, но он меня стал радовать своим ассортиментом. Раньше мне как-то, мне казалось, висела странная на вид одежда, но при этом стоила достаточно дорого. Ну, на мой взгляд, сейчас у них достаточно интересные вещи, можно найти очень хорошего качества, и при этом цена не сильно будет бить по вашему карману. К слову, я купила вот такой вот свитер. Это свитер, как вы видите, уже размахайка. Не поверите, но это М-ка, господа. Это М-ка. Вы видите, какой он большой. Я его обожаю. Просто. Он настолько тёплый, он настолько мягкий. Я просто, не знаю, я восхищаюсь им. Он обычный чёрненький, с вот такими вот кругляшочками. В общем, не знаю, он невероятно классный. Я его люблю носить с вот такой вот цепью, которую я купила в Диве. К слову, по-моему, за 300 рублей, опять же, на распродажу было куплено. Мне кажется, как раз-таки к этому свитеру очень сильно подходит этот цепь. Прям они как будто созданы друг для друга. Коль уж заговорили о магазине Манго, покажу вам несколько вещей уже на весну, на прохладное лето. Я очень долгое время искала себе укороченные брючки, которые длиной будут, наверное, до середины щиколотки, ну или может быть чуть выше. Главная проблема заключается в том, что мой рост не совсем позволяет носить такой длины брючки, потому что, ну как говорит моя мама, я, кажусь, подстреленной. А ощущение, будто я такой, знаете, подросток-переросток, который носит свои школьные вещи, которые на него уже давно малы, но он продолжает их носить. Но на удивление, мангоские вот такие вот штанишки очень меня удивили и очень неплохо они на мне смотрятся. Они зауженные чуть-чуть к низу, они очень легенькие. Посадка у них, ну я бы не сказала, что заниженная, но скорее обычная, да, средняя посадка. Здесь два кармашка, кстати говоря, очень даже удобненькие. Сами по себе штанишки мне понравились по качеству. Очень качественно, очень все сделано хорошо, никаких ниточек не торчит. И вот эти мне, конечно, манго подкупает, несомненно. Еще одни брючки я вам покажу из магазина Reserved. Вот такого вот они, ну скорее просто синего цвета, возможно, вам на камеру будет казаться, что они яркие, но нет, они обычного синего такого цвета, приглушенного. Мне они понравились, во-первых, потому что у них вот такой вот приятный цвет, то есть в основном у меня, конечно, брючки черные. Во-вторых, они мне понравились по длине, то есть они достаточно длинные, но при этом не мешают ходить, их не нужно лишний раз подрезать, не нужно лишний раз делать какие-то ненужные манипуляции. Ну что, перейдем, наверное, к вещам из Zara. У меня, опять же, двояркое отношение к этому магазину. Я вроде очень долгое время его, ну скажем так, не понимала, не могу сказать, что не любила, скорее не понимала, потому что, опять же, вещи там не совсем того качества, которое мне хотелось бы видеть, но при этом стоят они достаточно дорого. Но тут мне нужно было купить юбку-карандаш, ну и какую-то рубашку к ней. И, собственно, покажу вам эти две вещи. Вот так вот она выглядит. Я надеюсь, вам видно. Прошу прощения, что мятая. Спереди находятся вот такие вот два глубоких карманчика. С одной стороны, эти карманчики, ну, скорее всего, для красоты. Конечно же, вы там ничего носить такого не будете. Что мне нравится? Во-первых, ткань очень-очень легкая, то есть ее можно надеть как, ну скажем так, на уже более-менее теплую весну, так и летом. То есть вы в ней не запаритесь и вам жарко в ней не будет. Также мне нравится то, что ее можно носить как с длинным рукавом, так и укоротить до трех четверти, допустим, или длина, ну, может быть, по локоток даже. Потому что здесь есть специальные такие пуговички, благодаря которым вы потом можете застегнуть. Ну и вот такая вот штучка, которая пристегивает рукав к пуговке. Ну и, конечно же, длина, она, как вы видите, рубашечка достаточно длинная, поэтому, ну, не купить ее я просто не могла. Вот, к тому же у меня таких рубашек еще нет, и поэтому это первая в моей коллекции. Ну и, собственно, под какую юбку я купила эту рубашку? Вот так вот она выглядит, обычная юбка-карандаш. А сзади вот такой вот разрезик, небольшой, буквально 10 или 15 сантиметров, 15, скорее всего. Очень здорово сидит по фигуре. Я взяла Эльку. На самом деле мне подходила и Эмка, именно вот в талии, под грудью, все нормально было. Но в области бюдер было узковато, поэтому пришлось взять Эльку. Вот, безумно она мне нравится, очень мягкая, очень качественно, опять же, сделанная. И что мне нравится, что не сильно она мнется, и каждый раз ее не приходится гладить. Обожаю такие вещи. Ленивая Женя. Вот, и, конечно же, цвет. У меня таких вещей немного ярких. Я люблю яркие вещи, но почему-то я их не покупаю. Удивительная вещь. Вот, к тому же меня ругают за то, что я постоянно беру черное. Так вот, смотрите, я беру также и красные юбочки тоже. Ну, как известно, у каждой девушки должно быть одно маленькое черное платье. Цена, а в идеале, конечно же, их должно быть два. Вот, в общем, вот такое вот платьишко я себе купила. Это обычное трикотажное платье. Естественно, если у вас есть какие-то животики, как у меня тоже, это платье не сильно скроет, а скорее даже подчеркнет. Но при этом платье удивительно здорово садится по фигуре, что мне и понравилось в нем. Но длина у него, как вы видите, по колено. Я очень редко нахожу такие платья. Зачастую сейчас вот стали почему-то делать почти мини. Сделаны вот такие вот вставочки здесь, которые также немножко уменьшают фигуру и, ну, скажем так, немного восхудят. Еще одно платье я вам покажу, которое вы видели в одном из моих видео с макияжем, по-моему. Вот так вот оно выглядит. Опять же, платье из Модиса. Ну, я влюбилась просто в сочетание вот этих вот оттенков. Здесь рука в три четверти, что мне также нравится. Сама по себе, как видите, ткань переливается. Это такой вот шелк. Как же оно странит, ребята, это просто невероятно. Казалось бы, вроде бы платье ничего такого не имеет, что могло бы вас уменьшать визуально, но при этом очень здорово смотрится. Просто не могу мне показать вот такие вот замечательные брючки-лосинки из, опять же, магазина Модис. Они очень плотные, очень приятные на ощупь и достаточно высокие по посадке. То есть, вот эта вот резиночка достигает, наверное, ну, чуть выше пупка. При этом они длинные. Сдалека даже не видно лосины это или действительно брюки такие, достаточно в обтяжку. Я купила себе сразу три штучки. Вот такие вот черные, вот такие вот шоколадные, то есть коричневые. И еще серые. Серые я вам не могу показать по определенным техническим причинам, но они обалденные. Ну и последнее, что я покажу, это мечта любого ребенка, мечта любого 20-летнего ребенка. Такой вот комбинезончик пижамы я себе купила. Я знаю, что у него есть другое название, но я не буду вам его говорить, мне кажется, это просто бессмысленно. Вы поймете, чем я говорю. В общем, вот такой вот он обалденный розовый, пограсячий расцветки. Здесь капюшонка. Он безумно мягкий, он безумно теплый. И что меня, конечно, больше себе подкупило. То, что здесь надевается на ножку. В общем, я себя ощущаю малышом, 20-летним, как я уже сказала. Я обожаю в нем спать, я обожаю в нем ходить просто по дому. Я жалею о том, что у меня он только один. Но он безумно классный, он безумно мягкий. И вы знаете, мой совет вам, если вы не знаете, что подарить человеку, подарить ему вот этот пижам. Вот, ребята, ну, собственно, это все мои покупки одежды, которые я хотела вам показать. Я знаю, что я очень много вам показала. Но вот так вот получается, что делаю я видео редко, а одежды накапливается много. Все, я буду с вами прощаться. Я желаю вам всем удачного дня и пока-пока-пока.